Воскресенье, 5 февраля. Неделя о мытаре и фарисее. С этой недели начинается подготовка православных христиан к великому празднику – Светлому Христову Воскресенью. Первая неделя перед Великим Постом именуется «Неделей о мытаре и фарисее». Своё название она получила от евангельской притчи, которая читается за воскресной литургией. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисеи для еврейского народа были духовными лидерами и авторитетами. Они отличались особой ревностью и скрупулезностью в соблюдении закона Моисея. Мытарями же называли сборщиков налогов. Они собирали деньги с местных жителей и передавали в казну Римской империи. Иудея в то время была одной из её провинций. Мытарей не любили за то, что они забирали последнее и наживались на этом. В своей проповеди наместник святогорской лавры митрополит Арсений говорил «Фарисей осуждал всех за видимые грехи, грабители, обидчики, прелюбодеи. Но он не видел грехов внутри себя, страстей своих духовных. За внешние грехи осуждал он людей, а внутренних грехов в себе не видел. А это были и гордость, и зависть, и неприязнь, и ненависть, и осуждение. Всё это гнездилось в его душе». Евангельская притча заканчивается словами Христа о том, что кающийся грешник выходит из храма более оправданным, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Для обличения фарисейства церковный устав отменяет на грядущие недели посты в среду и пятницу, чтобы формальное исполнение церковных предписаний не становилось целью духовной жизни. Святые отцы учат, что пост, молитва и посещение храма – это инструмент, который служит главной цели – стержанию Духа Святаго. Также 5 февраля совершается молитвенное поминовение Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. В этот день в лике святых были прославлены более тысячи человек, и это только часть православных христиан, которые во время советской власти пострадали за Христа. В числе святых – священники, архиереи, монахи и миряне. В первые годы советской власти безжалостно были убиты, отправлены в ссылки и на долгие годы лишены крова миллионы православных христиан. Многие имена подвижников остались неизвестны. Почти каждый населенный пункт нашего Отечества имеет своих новомучеников и исповедников, пострадавших за веру в XX веке. В каждой области есть места массовых казней и захоронений невинных жертв репрессий. Отдавая жизнь за веру, подобно первым христианам, новомученики и исповедники не отрекались от церкви. И сейчас они молятся за нас у престола Божия, чтобы мы стали их достойными наследниками.